Почему нельзя поднимать локти в подъемах штанги на бицепс? Подавляющее большинство атлетов выполняют подъемы на бицепс стоя неправильно, стараются поднимать штангу едва ли не к подбородку. В качестве обоснования этого приема приводятся следующие ошибочные факты. Подъем штанги как можно выше помогает лучше сократить бицепс. Такая техника позволяет использовать повышенные рабочие веса. Но не так. Убить локти таким образом можно. Накачать бицепс нет. Чем опасно поднимать локти вверх? Проводя анализ техники выполнения подъемов на бицепс стоя, представители спортивной науки доказали абсолютную бесполезность данной техники выполнения. Назвав эти преимущества мнимыми. И правда повышение сокращения бицепса вследствие подъема вверх локтей является чистой воды иллюзией. Поднимая штангу к подбородку происходит принудительное натяжение верхних связок бицепса, которые создают ощущение более сильного мышечного сокращения. Что касаемо повышения рабочих весов, то здесь также все легко объяснимо. Подъем локтей заставляет включаться в работу передние пучки дельт, которые забирают часть нагрузки, позволяя таким образом использовать более тяжелый рабочий вес. Несмотря на увеличение веса штанги, никакого повышения интенсивности тренировки не происходит. Кстати, включение в работу передних пучков дельт вы наверняка ощущаете на следующий день после тренировки бицепса, наблюдая в них болевые ощущения и гипертрофию. На первый взгляд в этом нет ничего плохого, кроме того, что передние дельты становятся больше и на фоне средних смотрятся массивнее. Плечевой пояс при этом вместо того, чтобы стать шире, визуально становится уже и съезжает вперед. Как выполнять подъемы на бицепс правильно? Выполняя подъемы на бицепс, необходимо понимать лишь одно. Данное упражнение является строго изолирующим, а потому должно включать в себя работу лишь одного сустава, локтевого. Включение в работу плечевых суставов является грубым нарушением техники и ничем хорошим не закончится. Для обеспечения грамотной техники выполнения подъемов на бицепс прижмите локти к бокам. Скорее всего, с такой техникой ваш привычный рабочий вес станет для вас слишком тяжелый. Ничего страшного в этом нет. Смело снижайте рабочий вес. Главное здесь. Это правильная техника, которая направит нагрузку в нужное место. Кстати, уже через пару недель вы обнаружите, что ваш бицепс увеличился в размерах, хотя рабочий вес был ниже вашего привычного. В этом нет ничего удивительного. Вы просто вернулись к правильной технике выполнения упражнения. Что такое читинг и как его использовать? Тем не менее, подвижность локтей при тренировке бицепсов не всегда является плохо. К примеру, используя читинг, локти всегда придется выводить вперед. Читинг вообще является отличной формой тренировок, которую исповедовал в прокачке бицепса сам Арнольд Чорснегер. Он накидывал на штангу вес, превышающий его обычный на 15-20% и начинал взрывным усилием набрасывать его на бицепс. При таких тренировках о стабильности локтей не может быть и речи. Однако, помните, что читинг можно применять лишь периодически. Например, каждые 10-14 дней. Ни в коем случае не используйте его чаще. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok